Пусть все решает рынок, заявили в правительстве страны и объявили, что не будут больше сдерживать цены на продукты. Напомним, после соглашений с производителями товаров, поставщиками, торговыми сетями еще в декабре 2020 года, стоимость на сахар и подсолнечное масло контролировали искусственно вплоть до июня-октября 2021 года соответственно. Сейчас, когда психологический предел бьет стоимость гречки, эту новость восприняли нерадостно. Большинство барнаульцев уже выбирает, что им есть. На всем экономике 10 тысяч пенсий получаешь. Бегаешь, ищешь, иди по дешевле. Эксперты объясняют, заморозку цен вводили в ответ на пандемию, проблемы с логистикой, внешние факторы, когда экспорт продуктов был выгоднее для производителей. Сейчас ситуация другая и бороться с инфляцией в том числе предлагают рыночными методами. Одной из этих мер, в частности, является, как тоже один из факторов инфляции, это снижение покупательских способностей населения. То есть у людей просто, в общем, денег становится меньше, и покупательная способность падает. Мы студенты, мы от всего отказываемся. А от чего в первую очередь не позволяетесь? От мяса. Они самые необходимые. Ну, это какие-то деликатесы, типа колбаса какая-нибудь или всякие. Вот всевозможная рыба, ну, тоже мясо, отказываться приходится. Юрий Фридц, председатель Алтайского союза предпринимателей, допускает, что такое решение правительства может заставить цены подняться еще выше. Этакая провокация. На замен власти предлагают введение продовольственных карточек, как в 90-е, для тех, чей доход не позволяет покупать социально важные продукты. Но и здесь все не так однозначно. На мой взгляд, это было достаточно дискомфортно. У нас сегодня нет в стране дефицита продуктов питания. Весь вопрос в том, что продукты питания становятся, ввиду конъюнктуры, ввиду ценовой конъюнктуры, недоступны достаточно широкому кругу населения страны. Конкретные решения по введению этих продовольственных талонов или карточек вводились в 2014 году. Но сама система так и не создана. Почему это вопрос сложный? Опять же, вопросы и к правительству, и особенно к региональным органам власти, которые, в принципе, на практике это будут реализовывать. Для этого нужна нормативная база и целый институт, который за 8 лет так и не появился. У участников рынка другое предложение. Впрочем, они его озвучивают уже в который раз. Наполнить этот рынок доступными и качественными продуктами местного производства. А для этого смотреть не только и не столько в сторону крупного бизнеса и монополистов. А в сторону развития предпринимательства, малого бизнеса, тот, который работает на земле, тот, который создает конкретный продукт, конкретную услугу, возможно бы даже на коротком плече можно бы получить, было бы определенные изменения. А тем временем средняя цена гречки в Алтайском крае перевалила за 100 рублей. За год она выросла почти на четверть. В конце концов, в правительстве страны считают, что ограничения не помогут. Судя по материалу газеты.ру, проблему они видят в доходах россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова